Как нам победить зависть Через любовь к еврейскому народу Как мы сказали Человек, у которого есть зависть Он может быть мультимиллионером У него может быть все Но в то же время у него нет ничего Это наш гаман Сегодняшний шампур Это гаман, у которого было все Чего ему не хватало Что один человек на всей земле не кланяется ему И все И все, что для него было Оказалось нулем И это то, что похоронило Или на самом деле повесило этого гамана Ненависть к Мордохаю И зависть В прошлый раз мы выучили Как научиться Как победить зависть Через мысли о вере То есть мы сказали Что человек должен знать То, что есть у другого Это то, что его Это то, что ему необходимо В его миссии С которой он пришел в этот мир А то, что есть у меня Это то, что есть у меня Это то, что необходимо мне Будет что-то другое или большее Значит, не дай бог Это будет мне во вред Но как мы можем Но как мы можем Счастливать веру Для нас Чтобы быть действительно счастливыми Для кого-то Даже если он у нас Счастливать веру Давайте помним Даже из-за тех Которых есть больше Чем у нас То есть у человека Должен быть хороший глаз Он видит кого-то Должен его благословить Бог дал, пусть даст ему Еще И мне тоже даст Поэтому мы должны помнить Что весь еврейский народ На самом деле Это одно целое Один человек Если часть моего тела Наслаждается определенным видом пищи В действительности Моя целая тела Будет удовольствие Правильно? Если человек знает Что какая-то его часть Наслаждается определенным видом пищи Или расслаблением Или еще чем-то То не только эта часть Тела наслаждается Все тело наслаждается Поэтому человек Который видит кого-то У которого есть больше Чем у него самого Он должен подумать Что я настолько рад ему До той степени Что я чувствую Как будто это есть у меня Или у моего ребенка Я тоже наслаждаюсь этим Как будто это мое Ты видишь у кого-то красивый дом Он говорит Я рад за него Я рад за него Так что как будто У меня тоже есть такой большой дом Мой сын Мой сын Мой сын Он стал Великой Мой сын Из очень хашува Мой сын Я очень рад Он вообще Мой сын Как счастлив Я бы был Если мой сын Сочи Когда мы думаем Говорит Говорит Если я буду наказывать их Больно будет мне самому Когда мы Он так обычно ведет себя По отношению к нам Он же любит Он нас любит Но если мы будем любить других То он будет любить нас еще больше Поэтому человек который Относится к другим С любовью Чувствуя что все равно Он мой родственник Он как мой брат И я рад за него За все его успехи Как за успехи Своего родственника This inner work is not simple We should eradicate jealousy From our hearts Through training our minds With this new thought process На самом деле Эта внутренняя работа Не завидовать И не только не завидовать А еще радоваться успехам других Очень-очень нелегкая И очень непростая Поэтому мы, говорит Должны уничтожить Зависть из своих сердец Через тренировку Наших мыслей Через тренировку Нашей головы И используя Вот эти новые мысли Indeed The minute that we exercise Thoughts of Emuna And Avat Yisrael We will overcome The destructive trait of jealousy На самом деле опять Когда мы научимся Практиковаться Мысли о вере Всевышнего И любви к еврейскому народу То мы Сможем победить Разрушительную силу Зависти We will then be Zohé Instantly To the great reward Of conquering This trade Тогда, Бедра Дашем Мы сразу на месте Заслужим Великую награду За то, что мы победили Вот это нехорошее качество Характера Jealousy Зависть Since working On one's thoughts Is one of the most challenging Forms of Avodat Hashem Hashem Repays us A thousand fold For every bit of effort We extend in this area Так как Работа над своими мыслями Это одна из самых тяжелых Форм служения Всевышнему Поэтому Всевышний Флотит За такое усилие За такое старание В тысячу раз больше Чем за то усилие Которое мы предлагаем Indeed We will be Zohé To experience Peace of mind Tranquility And true energy И действительно Человек, который Сможет победить в себе Вот это нехорошее Нехорошее качество Качество Зависти Он удостоится чего? Внутреннего спокойствия Мира И настоящей Радости Радости Продолжим В следующий раз Амин Амин